Слова из Библии. Послание к евреям, 4 глава, 11 стих. Итак, постараемся войти в покой Божий. Рассказ «За один шаг до смерти». «Василий Павлович, я хочу вас попросить...» Обратилась к служителю церкви Вера и вдруг заплакала. «Что у вас случилось?» – спросил он. «Христианское собрание только что закончилось, все уже разошлись, и они присели на лавочку». «Понимаете, похоже, мой отец умирает, а я очень переживаю за его душу», – произнесла сквозь слезы сестра Вера. «Вы же говорили мне, что он верующий», – вспомнил Василий Павлович. «Да, отец почти всю жизнь верил в Бога, посещал какие-то собрания, даже проповедовал. А вот теперь перед смертью ему очень страшно. Он не знает, что его ждет вечности, и вчера попросил меня привезти служителя из нашей церкви. Ему очень плохо, видимо, недолго осталось», – печально объяснила она. «Они поспешили в дом сестры Веры, и по дороге служитель узнал, что ее отца зовут Антон Иванович, и что ему 101 год. В небольшой комнатке на кровати лежал высокий седовласый старец с бородой. Увидев подходящего к нему служителя с Библией в руках, он хотел что-то сказать, но тут же закашлялся, и дочь поспешила дать отцу глоток воды, приподняв повыше подушку, чтобы ему было удобнее беседовать. Затем она вышла из комнаты, оставив мужчин одних. «Друг, только не трать зря время на чтение Библии», – тяжело дыша сказал старец. «Я ее почти всю наизусть знаю. Ты мне лучше объясни, как мне от страха перед смертью избавиться?» «Замучился я». «А ваша душа спасена?» – коротко обратился к нему Василий Павлович. «Не знаю». «Наверное, нет», – мрачно ответил тот. «Всю жизнь молюсь. Других наставлял в вере, а теперь вот сам в тупике». На мгновение замолчав, он с трудом продолжил. «Умирать очень страшно. Думаю, куда теперь грешную душу мою Бог направит? Мне ведь уже 101 стукнуло». «Всю жизнь в Бога крепко верил, а вот перед смертью чего-то страшно стало». «Ничего не понимаю». «Разве вы не просили у Бога прощения за свои грехи?» – спросил его Василий Павлович. «Да уж сколько раз просил, сынок, сколько раз!» – со стоном ответил тот. «И что же? Простил Бог вам?» – продолжил служитель. «Не знаю», – тяжело вздохнув, произнес старец. «В том-то вся и беда, что не знаю. Когда помолюсь, прощения попрошу, как будто полегше на душе. Даже вроде больше праведным становлюсь. Но потом опять тяжесть наваливается. Какая-то тьма сердечная. Но что ты тут поделаешь? Может, знаешь, а, милый друг, как круг этот проклятый разомкнуть? И вообще, возможно ли это?» Василий Павлович ответил. «Да, это возможно. Вот вы говорите, что Библию хорошо знаете. Да еще и осуждаете себя, как грешника. А теперь вам только нужно верой принять, что Христос умер за всех. Значит, и за вас тоже. Вспомните такие слова из Библии. «Кто будет веровать, и креститься спасен будет». «А я считаю, что креститься нужно только духовно. И водного крещения не понимаю». Недовольно возразил старец. «А вы об этом сейчас не думайте. Вам сначала Богу поверить нужно». Добродушно ответил служитель. «Лучше скажите, почему вы Христу не верите? Ведь вы признали себя грешником. А в Библии написано, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками». «Подожди, так что же это выходит? Христос из-за меня умирал?» В глубокой задумчивости спросил старец. «Именно так», — ответил служитель. «Вы искренне раскаялись, и теперь у Бога к вам никаких претензий. Он вместо вас уже осудил своего сына. Подумайте, за что же еще и вас будет наказывать?» «О, Господи, так вот ведь оно что!» Вдруг вскричал больной, изо всех сил стараясь приподняться на постели. «Так значит, получается, я уже не виноват перед ним? Если мою вину Христос на себя взял!» И тут же с ликованием добавил. «Благодарю тебя, Господи, что ты меня, грешника, спас, навеки спас!» Василий Павлович даже прослезился от радости, услышав эти слова, и, взяв старца за руку, сказал, «Да, вот теперь у вас настоящая спасительная вера! Приветствую вас, дорогой брат Антон Иванович! Ну вот и слава Богу! Сейчас вы перешли из смерти в жизнь!» А тот, утирая слезы, проговорил, «Верую! Всем моим новым сердцем верую! Спасибо тебе, Господи! Теперь мне и умирать совсем не страшно! Ведь я уже умер для греха, а теперь воскрес для праведности! И к тебе иду, Иисус, в жизнь вечную!» После этого служитель помолился, и Антон Иванович еще раз горячо поблагодарил Бога за обретенное во Христе спасение. «А сейчас, брат, вам нужно отдохнуть!» Обратился к нему Василий Павлович. «Я ухожу, а завтра, если Господь позволит, опять навещу вас!» «Э, нет!» Вдруг живо отозвался старец. «Не спеши! Не уходи, брат! А крещение?» «Какое крещение?» Удивился служитель. Антон Иванович укоризненно взглянул на него и ответил. «Так ведь в Библии написано, покайтесь, и пусть крестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа!» «Я, брат, всю Божью волю до конца хочу исполнить! Сегодня же желаю водное крещение принять!» «Пока Бог мою земную жизнь не прервал!» Удивившись тому, как быстро Дух Святой наставил его на истину, служитель спросил. «Как же это сделать, если вы в тяжелой болезни и в такой слабости?» Но больной твердо ответил. «А вот это уже сам обдумай!» Но заповедь Божью я желаю исполнить. Ведь в Библии написано, что и Евнуху, и Фиопскому, Филипп не отказал, говоря, «Если веруешь, мол, то заходи в воду, покрещу тебя!» «И как же это я раньше не понимал!» В этот момент в комнату осторожно заглянула сестра Вера и, увидев сияющее радостью лицо отца, удивленно спросила. «Папа, что случилось?» «Случилось, Верочка!» «А жил я, дочка!» «Понимаешь, Господь меня только что спас!» «А кто во Христе, тот новое творение!» «Слава Богу!» воскликнула она. Я все время молилась об этом. «Сестра Вера, а в вашем доме есть ванна? А забоченно обратился к ней служитель. Есть!» Живо подтвердила она и, быстро выйдя из комнаты, тут же вернулась с небольшим жестяным тазиком в руках. «Да нет!» разочарованно сказал Василий Павлович. «В такую емкость Антона Ивановича не погрузишь!» «Он ведь крещение водное желает принять!» «Ах, вот как!» растерянно проговорила сестра Вера. «А я этот тазик всегда ванной называю!» «Скажите, пожалуйста, а где вы купаетесь?» поинтересовался служитель. «Наша банька во дворе!» объяснила Вера. «Веди меня туда!» распорядился Василий Павлович. Войдя в небольшую пристройку к дому, он с радостью увидел внутри небольшую, но достаточного размера эмалированную ванну. «А вот это то, что нужно!» объявил служитель и, обратившись к сестре Вере, добавил «Согрей воду и наполни ванну!» «Только вот что! Как же мы сможем перенести сюда Антона Ивановича?» Однако, когда они вернулись в его комнатку, то, к своему удивлению, увидели, что старец уже и сам поднялся с кровати и с нетерпением поджидает их. Его одели во все белое и помогли дойти до баньки. Затем наполнили ванну водой и, когда Антон Иванович вступил в воду, Василий Павлович вдруг спохватился, что не подготовил его к ответам на вопросы, которые обычно задаются при крещении. Но было уже поздно и он решил во всем довериться Господу. Помолившись, служитель спросил у Антона Ивановича «Брат, вы верите, что Христос ваш личный спаситель?» «Всю жизнь верил в Бога?» ответил тот. «Но не знал, спасен я или нет. А теперь знаю, верую, что Господь простил мне все грехи и что скоро я буду с Ним, да на всю вечность. Теперь я со Христом навсегда». Ванна не подвела. Сомкнувшаяся на мгновение над головой старца вода убедительно показала видимому и невидимому миру очередное доказательство победы Христа над грехом и над смертью. на подвиг души своей Господь смотрел с довольством. А через десять дней Василию Павловичу, который был в отъезде, сообщили, что Антон Иванович мирно, в твердой вере отошел к своему Господу. Есть много тех, кто верят в Бога, но смерть на них наводит страх. Они идут своей дорогой и утопают во грехах. Грешат и каются, но снова на сердце остается груз. Поверь же, друг, в святое слово грехи прощает Иисус. Один есть путь, ведущий в небо. Со злом расстанься, верь в Христа. Лишь в нем одержана победа, в нем вечной жизни красота. Бог любит и тебя без меры. Пока звучит благая весть, войди в блаженство Божьей веры, склонясь пред Ним таким, как есть. Мне вера путь спасенья открыла, и даже если страшно, не боюсь. Дорога в небо мне теперь по силам, я не один со мною, Иисус. Дорога в небо мне теперь по силам, я не один со мною, Иисус. И если я чего-то не умею, но это нужно мне, я научусь. Я не способней всех и не умнее, все знает и умеет Иисус. Я не способней всех и не умнее, все знает и умеет Иисус. Иисус. Задачи на пути все тяжелее, но Господу, доверившись вполне, я все смогу, я все преодолею, вернее не я, а Иисус во мне. Иисус. Я все смогу, я все преодолею, вернее не я, а Иисус во мне. Мне вера путь спасенья открыла, и даже если страшно не боюсь, дорога в небо мне теперь по силам, я не один со мною, Иисус. Дорога в небо мне теперь по силам, я не один со мною, Иисус. Дорога в небо мне теперь по силам, Я не один со мною, Иисус.